Первые посты я хотел просто уйти в галимую оппозицию и ненавидеть вообще всех. Блин, обязательно штука должна упасть вот здесь, вот сюда и прямо передо мной. Что было интересно зрителей в телевизоре и что интересно в интернете, это вообще разные вещи. Едет троллейбус, у него отваливается дверь, ну откровенно. Переход очень сложный был. Когда вот у нас все закончилось, я закупил огромное количество книжек вот этих по журналистике. Как правило написать текст, начало, середина кончала. Что было интересно зрителю в телевизоре, это был продукт, который зрители воспринимали как профессиональная журналистская работа. В интернете сейчас я тот же оператор, я стараюсь красиво все снимать, но только короче. Первые посты я хотел просто уйти в галимую оппозицию и быть просто, вот ненавидеть вообще всех. Я понимал, что поболею, я попереживаю там месяц, все равно мне придется писать честно, ну не придумать ничего. Ну я же публикую, что вот провал на дороге, все круто, куча лайков с собой, классно, молодец. Потом я тут же публикую, что эту яму заделали. И тут начинается самое интересное. Люди начинают сами писать. Утром просыпаюсь, открываю телефон и вижу, а приедете, сфотографируйте вот это, приедете, сфотографируйте вот это. Они, конечно, ничего не комментируют, но они читают. Я это знаю, то есть мгновенно реагируют. Боятся писать в открытую, а пишут в личку. Где это место, скажите, мы исправим. Это круто. Во-первых, у меня нет времени заниматься машиной. Я пользуюсь общественным транспортом. Я опять же еду до места, я в общественном транспорте могу что-нибудь уже увидеть. Едет троллейбус, у него отваливается дверь, блин, ну откровенно. И раз это сфотографировал, снял. Блин, мне почему-то как утопленник увезет. Я вот просто выйду, пойду, я хочу кофе купить, прогуляюсь, покурю. Иду, пью кофе, курю, блин, обязательно. Вот эта штука должна упасть вот здесь, вот сюда и прямо передо мной. Слушай, сколько же ты их наснимал-то, да? Штук 20. Тут вообще проблем нет. Ну, конечно. Продолжение следует...